В сквере имени Марии Рубцовой у мемориального памятника «Родина помнит» открыли плиты с именами 380 человек жителей Химок, которые отдали жизнь в годы Великой Отечественной войны. В течение года работы по поиску пропавших без вести химчан и присвоению им статуса погибших проводило Министерство обороны, прокуратура Химок и Московской области. Глава округа Дмитрий Волошин поблагодарил коллег за проделанную поисковую работу. Благодаря Министерству обороны, Химкинской и областной прокуратуре нам удалось установить фронтовые судьбы наших жителей химчан, которые принимали участие в кровопритной битве под Москвой. Здесь на мемориальных плитах высечены их имена, знак вечной памяти и благодарности потомков. Мы обязуемся беречь то, что сумели отстоять наши предки. Торжественное открытие мемориальных плит прошло 82-ю годовщину со дня начала контрнаступления советских войск под Москвой. В сквере имени Марии Рубцовой пришли священнослужители, сотрудники прокуратуры, Министерства обороны, химкинские депутаты, жители города. Все, кто ценят и почитают память о героизме и самоотверженности советского народа в годы Великой Отечественной войны. В числе приглашенных гостей Екатерина Алексеева, внучка одного из без вести пропавших солдат. Химчанка поблагодарила за то, что в городе теперь есть место, куда она сможет приходить вместе с детьми и чтить память героя. Огромная благодарность всем, что принимал участие, потратил свои силы, время, средства, вложил душу в эту большую нелегкую работу. Спасибо большое. И пусть эта память сохранится надолго и передается с поколения в поколение. Мы должны помнить наших героев. В память о погибших химкинских солдатах участники митинга возложили цветы у мемориального комплекса «Родина помнит». Торжественным маршем прошли курсанты Академии гражданской защиты МЧС России и кадеты школы номер 8. По традиции, в завершении торжественной части гостей ждала полевая кухня, горячий чай и гречневая каша. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.